Новый день. Хочу вам что показать. Вот этот забор. Сегодня должны покрасить. Смотри, Маня бежит вивочку съесть. Должны отшкурить и покрасить. И гаражный тоже. Пошли шашлык Мане возьмём. Шашлычку пойдём возьмём Мане. Вот тут ничего интересного. Только рододендром красивый распускается. Сейчас достаточно рано. Встали мы ещё раньше. Короче, купили краски, всего валики. Так что запомните этот забор. Я думаю, вот это тоже будем снимать. Хотя классная штука, но как бы лучше уж заборчик обновить полностью. И под этой штукой, чем её оставлять. Видите, что тут вообще? Тут какие-то царапины. Ну, короче, вот этот забор прям очень давно не красили, не обновляли. Наш рабочий уже идёт, я его вижу. А Слава меня сейчас отвезёт на маникюр. То, что мы сделали, это трэш. Ребята, у вас тоже сейчас весеннее настроение просто 10 из 10. И мне весной всегда хочется как-то классно нарядиться. Я уверена, что я не одна такая. Вот. Но есть одна проблема. Вещь постоянно мнутся. Я хочу купить себе отпаливатель. Естественно, я решила его поискать на самом удобном маркетплейсе, где тысячи товаров и классная бонусная система. А до 31 мая вообще действует повышенный кэшбэк на всю технику и электронику до 40% на первый заказ. Конечно, речь про Сбир Мегамаркет. Кстати, сам кэшбэк можно потом потратить на следующие заказы и по такой системе я обязательно потом закажу себе что-нибудь ещё для дома. Там огромный ассортимент. И если вдруг вы ещё ни разу ничего не заказывали на Сбир Мегамаркете, то я вам даже завидую. Потому что новым клиентам там идёт повышенный кэшбэк на бытовую технику и электронику. А от меня вам ещё промокод PUSHMAN на 1000 рублей, на первый заказ от 5000 рублей, на все категории товаров до 31 мая. Кэшбэк и мой промокод действуют одновременно, так что у вас вообще получается акция вдвойне выгодная. Займитесь шопингом прямо сейчас, пока действует супервыгодное предложение. Подробности и ссылку я оставила под видео. Короче, ребят, помните, я вам вчера показывала то, что у нас такая мини-проблема, что-то там течёт около туалета. Мне кажется, мне ни хрена не помогают эти таблетки от отёков, если честно. Я вам вчера показывала то, что у нас что-то там потекает. Я поставила банку. А ещё из новенького, что произошло на даче, что-то потекло. Знаете, что было потом? Потом, когда я выключила камеру, Слава пришёл с улицы, пошёл помыть руки. Ну, после того, как шашлык всё это сделал, пошёл, короче, помыть руки, и, видимо, это была последняя капля. Что-то там... Ну, я думаю, на самом деле, что дело не в том, что ты руки даже мыл, потому что как оно связано? Ну... Думаешь, связано? Давление? 50-50. Конечно, там... Это же вся система цельная, знаешь, где-то больше давления, где-то меньше. Суть в том, что когда Слава начал мыть руки, я в тот момент что-то рис хотела достать. Ну, прям буквально выключила камеру, думаю, достану рис, всё, сейчас поставлю, сейчас сядем кушать, класс. И слышу, что-то там... И Слава такой... Ой, это нехорошо! Я думаю... Я уже всё, я понимаю, что там, наверное, трэш какой-то полный, оно же там и так капало, что было? Просто я... Что сделать могу? Я поставила банку, думаю, ну, сейчас Слава придёт, мы поедим спокойно, и потом уже разберёмся с этой хернёй, что я лезть буду. Ну, заклеить что-нибудь завтра, поедем купим, там, не знаю, новую эту трубу, блин. Короче, она лопнула, начала брызгать, прям лить в воду. А-а-а-а! Хорошо, у нас там никаких соседей нет. Ну, короче, быстро начали всё набрасывать, полотенце там, одеяло, покрывало всё, что там валялось, всё там и в стирке, и висело. Всё, короче, набросали. Ну, с потопами мы уже знакомы. Я побежала за ведром, она у нас под лестницей при входе. Ведро это туда не пролазит, как-то запихала его туда, но толку от этого нет, потому что там не просто льётся, а типа вот разбрызгивает, такой пшшш. Короче, вообще угар. Ну, ничего, перекрыли воду. Не сразу, конечно, сообразили, не вот так вот, что за секунду прям, ой, пшш, закрыл, нет. Немножко помочили, но не трэш, вообще не трэш. Там всё сухо, всё нормально. Единственное, что нам пришлось перекрыть воду в унитаз, то есть спускать воду мы там не можем, но при этом унитазом мы всё равно пользоваться можем. просто вместо того, чтобы нормально спускать по-человечески, надо взять какой-нибудь тазик или баклажку какую-то, ну, короче, вот, просто набираешь в тазик, например, воды, сделал своё дело, набираешь в тазик воды и спускаешь, как будто бы ты бачок унитаза. Вот такой вот интерактив. Сейчас Слава отвезёт меня на маникюр, к нам уже пришёл рабочий, Слава дал ему указание, что там делать с этим, красить, не красить, а Слава поедет искать эту трубу на рынок покупать, и пока я буду на маникюре, Слава там будет всё отменять. Он ещё хочет газон косить. Блин, знаешь, что мне хочется? Мне хочется поставить камеру на таймлапс, и чтобы быстро не смотреть, как ты косишь траву. У меня это эстетика такая. Что? Ты сказал, что я, когда мыл руки, когда эта фигня произошла, такой, ой, это нехорошо. Я реально так сказала? Да, ты так и сказала. Нам такой вообще фейерверк начался брызгать начало. Ну, просто я слышу по звуку, что там точно прорвало и что-то прям херачит. Ой, это нехорошо. Уровень моих переживаний. Не, я когда это увидела, я вообще забыла о том, что я беременна, у меня адреналин подскочил, так надо срочно решать проблему. Ведро, тряпки, шмяпки, все это туда закидываем. Ну, короче, угар полнейший. Ой, а у меня схватка идет, представляете? Пью магний B6 и от этого все-таки лучше становится. Ну, короче, меньше ощущается вот эта вот штука и реже как будто. Не знаю. Ну, про маникюр я вам рассказывала. У меня там опять что-то где-то отваливается. А, вот тут вообще тоже сейчас отколется прям. Не знаю, вы, наверное, не увидите. В общем, отвратительно мне сделали ногти. Как бы с моим ногтем он прям не отвалился. Это просто мерзость. Я сейчас буду просить мастера сделать мне просто тройное укрепление в рамках, я не знаю, что. Но она и так знает. Я ей скинула фотку и она вообще в шоке. Я сейчас еще расскажу, сколько я за это заплатила, она еще больше будет в шоке. Это просто трындец. Как можно такое делать? Честно, я не понимаю. Что ж, ребята, у меня уже закончился маникюр и педикюр, кстати, в том числе. Слава меня забрал. К нам приехал сантехник, потому что, помимо того, что там просто лопнула труба, там еще, короче, механизм какой-то сломался, уже вроде как все починили. Я очень рада. Слава богу. У нас тут красят забор. Его уже отшкурили. Вива, не подходи. Куда идешь? Красят, но еще не докрасили до конца. Сейчас перерыв на обед. Вот, видите, как было, как внутри. Но это еще отшкурино, видимо. И станет вот такой более насыщенный. Но все равно уж лучше посвежее. Короче, очень долго, конечно, красят. Я думала, что пока я буду на маникюре с педикюром, это там 3,5 часа, 3 часа точно. Я думаю, я приеду, тут уже мне все грядки перепололи. Я такая, ааа, я не успела проконтролировать. А в итоге там все еще красим. Прикиньте, уже вечер. Шок. Очень медленно работает. А Слава сейчас будет газонокосить. Косить газонокосилкой. Ой, шмелюшка. Кто? Шмель. Лягушка? Шмель. Или оса. Это шмель? Шмель, наверное. Охрен их знает. Видите, как здорово. Все проверил? Все проверил? Слава это первый раз будет делать. Ну, еще регулировка есть. О, нифига. На гидравлике. Ну, это, наверное, короче, длиннее траву делать, или зачем? Я поставлю пока на самый высокий. Просто хочу тестить. Да, сразу на низкий ставь. Вообще не режет. Режет? Ну, режет, но она слишком длинная. Я тебе говорю, сразу, мне кажется, можно на низкий ставить. Пониже пусть будет. просто, что я, если поставлю пониже, будет такая же эффективность. Из-за того, что трава большая. Да, Да, там шмелек. Я же про него говорю, пусть ниже будет. Ниже. Вот, получше стало. Круто, зай. Офигенный. Да, конечно, дофига у нас всяких этих выросло засранцев. Очень. А тебе классно? Весело? Говорит, весело. Ну, конечно, весело. Я бы сама с удовольствием ходила, покосила. Ты, когда видишь большие одуванцы, зай, ты прям вот по ним прям жестче по этим одуванцам. Такая фазенда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Куда еще я воспользуюсь средством от одуванчиков? Будет супер классно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, мы уже дома, уже темно, поздно, все. Завтра вам покажу, как покрасили. Еще полили, покрасили нам два... Ну, короче, двое ворот. Одни, которые в гараж, другие, которые к нам сюда во двор. Вот, весь день сегодня красили с утра до самого вечера. Ну, просто. Могли бы еще столько нам всего здесь успеть сделать, но нет. Не сильно поторопились. Не сказать, что сильно прям идеально все классно делали. Была куча комментариев. Ну, да ладно. В общем, пришли в итоге, по-моему, они в 11. Закончили, я даже не знаю, в 7. Короче, кошмар. Ничего не хочу сказать. Может быть, действительно, там много, сложно. И я такая вся типа, ой, да это все легко и быстро. Но, честно, весь день мазюхали на одном и том же месте. Весь день. Ну, ладно. Короче, приезжал сантехник. В итоге я заменила какую-то вообще жесткую деталь, которая, слава богу, вообще здесь была у дедушки. Потому что такую сейчас, ну, может, и найдешь, но это не решилось бы, короче, за один день. Показываю вам, как выглядит старая. Ее надо будет выкинуть. Короче, трэш. Вполнещий. Вот эта деталь. Здесь вот капла, я вам показывала. Вот эту хрень, короче, пробила. Вот эту с болтом. Ее пробила. Здесь все брызгало, водища херачила. Ну, просто кошмар. Было бы так здорово сделать капитальный классный ремонт. Ну, что поделать. Все время где-то что-то капает, где-то что-то шуры-муры. Завтра еще приедет один сантехник. Но не то, что там починить конкретно, а просто хотим, чтобы еще посмотрели, знаете, сделать какую-то диагностику. Потому что мы каждый раз приезжаем, и, конечно, резко что-то новенькое. То одно, то другое. В прошлый раз труба вот здесь вот порвалась. Порвалась труба, капала. Ну, ладно, что там здесь что-то капало. Слава ее там склеил. Она там еще, короче, вся порвалась внутри. Он здесь залезал. Ну, короче. Поехал, купил новую. Потом что-то еще поехал. А такой вообще нету. И что-то уже и не делал. Ну, короче, какая-то херня. В итоге он каким-то образом соорудил тут все. Вот. Собрал. В общем, как надо. Потому что у нас здесь все было в воде, в подвале капало. Ну, короче, прикол. Стирала то, что вчера здесь накидывала, потому что все здесь было в воде. Ну, не сказать, что жесть. То есть даже вот сюда не утекло. Все успели там в этой зоне, скажем так, убрать. Вот. Причем самое забавное, я вчера здесь помыла и раковину, и ванну. Все, короче, помыла. Ну, в итоге после такого мини-потопа все было опять засрано. Ну, что поделось. Полы тоже намывала. В итоге бегали здесь. И что только, короче, не делали. В 00.00 будет ровно 33 недели. Блин, животик так выпирает. Живот сейчас так выпирает, как арбуз вперед. Может, она все-таки вздумала перевернуться, моя ненаглядность. Она сегодня тяжеленькой была. Я думаю, что, наверное, может все-таки... Может, да? Я все жду, когда она перевернется. Я ей приговариваю. Говорю, давай, переворачивайся, переворачивайся. Вот так. Такой вот живот. А, сейчас хочет, кажется, перевернуться. Смотри, да, ее живот сейчас как арбуз. Она точно в какой-то позе интересной сидит. Даже в гадалки не ходит. Короче, через... Ну, сейчас если 9, в общем, в 00.00, как будет в воскресенье, сейчас суббота, еще пару часов осталось, будет полных 33 недели. Такие вот пироги. И, знаете, от того, что у меня не болит поясница, я чувствую себя чудно. Как будто и не рожать мне через 2 месяца. Ну, так у меня живот так не выпирал. Как арбуз вперед. А завтра может вообще по-другому быть. Он у меня то выпирает, так то нет. Какой пузырик. Так-так-так. Я сейчас подготовлю, значит, шашлык. Слава там жарит. Точнее, жарит. Костер развел. Мы вчера не все дожарили. Мы вчера тоже жарили шашлык, но решили не жарить все. Лучше свеженький сегодня дожарить, потому что мы столько не съедим. Конечно, немного. Я даже заряд. Только достала шампуров. Ну, как бы нам вдвоем вообще красота. Зато свежее поедим. И Аславе предлагала, типа, ой, да ладно, забей, не будем уже этим шашлыком сегодня заниматься. Но он не захотел, чтобы я у плиты стояла. Что мы сегодня так ему дохались, конечно. Причина просто вузмерть. Вот. Такой миленький. Не захотел, чтобы я у плиты стояла. А я ведь все равно буду стоять. Ну, хоть и, может, и не у плиты, но все равно сейчас пойду наверх что-то делать. Не могу я сидеть. Рабочий должен был прийти в 10. Но в итоге он опоздал. И пришел что-то в 11. Блин, 15. До маникюра мне минут тоже там 15. Ну, короче. Ну, чуть-чуть совсем опоздала. Буквально на пару минут. И то больше опоздала, наверное, потому что по лестнице поднималась. Просто я хожу уже на дом, на маникюр. На самом деле, знаете, мне кажется, самый лучший маникюр делают именно на дому. Ну, не то, что там всегда, но вот просто в салонах работают, мне кажется, на поток. И вот так вот, знаете, лишь бы быстрее сделать, попустить клиента и еще следующего принять. Ну, понятно, что дома тоже мы уже там особо не сидят, там, да, времени тратят. Это же все равно работа, а не какой-то там сидишь себе, ничем не занимаешься. Но я просто к тому, что даже с девчонками в Телеграме я же вижу, о чем там переписки идут. Я же все скидываю, вижу то, что пишет. И кто-то тоже вот так вот предположил, что типа на дому частенько бывает даже, ну, лучше делают. С душой, что ли. Сейчас у меня, конечно, такие ногти, ими что хочешь можно делать. Я даже целлофановый пакет не могла своими ногтями предыдущими порвать. Ну, вот просто, знаете, целлофановый пакет, ну, например, там, не знаю, колбаска еще, что у вас пакетики завернули. У нас, по-моему, то ли огурцы, то ли редиска была. Я не могла его порвать. Так, шашлык подготовлю, картошку тоже подготовлю. Что, много у нас? Да нет, три шампурика всего. Короче, я чувствую, что живот стал потяжелее, как будто вот прям хочется его нести. в руках. И мне кажется, это хороший знак, потому что в прошлый раз у меня живот был такой же по ощущениям. На седьмом месяце, и тогда ребенок перевернулся. Ну, не знаю, надеюсь, конечно. Все, жду, жду. На втором этаже у нас как было, вот то, что тогда я вам показывала, что надо разобрать, оно у нас так и стоит там, потому что, ну, просто тупо некогда. Вот, кажется, приезжаешь на Дашу, думаешь, поваляемся, посмотрим что-то. Нифига, мы даже фильм нормально посмотреть не можем, потому что просто вырубаемся. Сегодня я проснулась. Ну, я сегодня два раза просыпалась, но первый раз там что-то в 8 утра, в итоге в 9.30 встали мы, и она красилась спокойно, позавтракала. Были в фикс-прайсе, я думала, что беру большую упаковку туалетной бумаги, а взяла бумажные полотенца. Они, конечно, тоже пригодятся в хозяйстве, но у меня тут даже подставки для них нет. Все постирала, повесила, две стирки сделала. Обождаю шашлычок на даче кушать. Прям всегда так скучаю по этому моменту. Все в своем маринаде, все свое. Не люблю покупной шашлык. Конечно, я вообще не могу такое есть, не переваривала. Для меня это прям фу. Даже, знаете, ну, во-первых, непонятно, чем там замариновали, но хуже всего именно то, что по вкусу даже мяса не ощущаешь. Такой жесткий маринад, ну, вот прям мне это не нравится. Думаешь, что там вообще мясо-то свежее? Блин, столько всего напихали. Какая я, конечно, реально бабка у нас. Лучше со свое, с огорода, как говорится. Обожаю такую картошечку на лангале. Нам просто ее нужно порезать. Я вам рассказывала уже не один раз. Я побольше солю. Хотя я в тот раз тоже посолила. Слава сказала, что я пересолила. Но на самом деле я просто как будто бы картошку замариновала. Я все заранее подготовила. И она просто долго так с солью, видимо, стояла и пропиталась хорошо. Да, мне понравилось. Мы вчера ели. Как же хорошо, когда не мучает поясница девки. Это вообще удобно. Видела как-то комментарий, чтобы Юля не заколебалась. У тебя жизнь состоит из того, чтобы привезти новых вещичек, показать новых вещичек, постирать новых вещичек, там погладить вещичек, перевезти их на дачу и так далее, и так далее. Все это просто бесконечный круг. Постоянный какой-то хлам, еще что-то, еще что-то. Ну, что типа я такая вот дурнушка, типа зачем я такой херней страдаю. На самом деле, мне кажется, что отчасти это еще просто типа взрослая, знаете, какая-то семейная жизнь. Бытовуха, не бытовуха. Ну, а как иначе? Вот просто покажите мне, я не знаю, семейных людей, скажем так, тем более... Ну, окей, ладно, у нас пока нет детей, да, у нас уже такие движухи. Ну, просто, мне кажется, так у всех. Ты постоянно убираешь там сезонную какую-то одежду, еще что-то. Ну, то есть, что-то водишь, что-то помыть, постирать. А как из-за этого? Ну, то есть, для меня это вообще непонятно. И я не думаю то, что действительно, может, я какая-то странная, в какую-то странную жизнь живу. Но я понимаю, что так, ну, блин, по сути, у большинства людей. Да, не у всех есть дача и некуда, например, возить свои шмотки. Ну, неужели вы там не разбираетесь у себя в шкафу? Не знаю, просто понятно, у меня там количество вещей постоянно. Оно постоянно пребывает и пребывает. Как хорошо, когда у вас дома работает туалет, девки. Еще моя песня готова, которую мы записывали. Не знаю, когда выйдет, но я думаю, что скоро выпустим, потому что что ждать. Клипы какие-то снимать на нее не будем уж. Так. Какие мне сейчас клипы. Не, ну, было бы прикольно снять какие-то кадры, где я красивая с животом. Именно не фотографии всякие, знаете, именно телефон, а именно, ну, как-то красиво, на камеру. Окна закрываем, железки закрываем. Вот так. Пошли наверх. Что-то сделаем полезное. У нас еще появились новые контейнеры, но для чего они нам? У нас же в гараже там всякие разборки были, и нужно было куда-то что-то складывать. Вот. А я здесь повесила то, что стиралось. Ой, какой же здесь треш. Эти вешалки. Вот это вот все. Вот это вот. Вот это вот. Ай, мамочки. Девки, у меня такое впервые будет. У меня собирается закончиться память на флешке. А я с собой не брала наполнительную. Что ж я тут столько наснимала? Да, что же мне делать? Так. Так. Сейчас я сюда постараюсь. Ой, или как мне сделать? Конечно, это глупость. Отсюда записывать. Ну, куда мне это еще убивать? Спрашивается. Будем в контейнер собирать. Не знаю, что буду делать, когда у меня закончится флешка. Я сюда не брала, по-моему, запасное. Не, по-моему, а 100%. Что мне делать? Ладно, у Славы есть ноутбук. И ему скинем. Так, у меня сейчас это померца дополнится с этими вешалками. Ну, просто все равно валяется. Хочется сюда подниматься. И пусть это хотя бы в шкафу будет. Чтобы вот так будет валяться. И меня раздражало. Вот это на помойку нахер, да? Что надо с этим делать? Избавляемся от хлама, как говорится. Смотрите, что я учудила. У меня же тут есть свет. Такой вот прикол. Слава мне сказала, чтобы я не выкидывала это. Типа, это классно. Какая-то классная память. Не знаю. Как по мне, так это можно выкинуть. Когда-нибудь возьмет случайно и взорвется. До какого года оно вообще? До 15-го? До 15-го года. Вообще опасно такие вещи хранить. Мне кажется, оно вообще на грани взрыва. Поэтому нахер. Эти кока-колы именные. Не, ну можно было бы ее вылить. Ну а толку? Вот тут у меня тоже вот этот подарок. Гляньте. Причем этот набор уже кто-то открывал. Тут у меня подушки. Юля Пушман. Я хочу тоже от них избавиться. И вот не знаю, как. Просто даже никому не отдашь Юля Пушман. Кому надо Юля Пушман? Да? Согласитесь, кому нужны такие подушки? Они, конечно, прикольные. Прикольные подушки, конечно. Ну блин, сейчас я понимаю, что это настолько нахера оно мне. Появился большой пакет, куда можно запретить подушки. Надеюсь, они поместятся. Так надо решить, что с ними делать. Кому вот так вот и не отдашь. На помойку их относить совсем странно. Это и не стало бы я. Просто вопрос, что с ними делать. Кому-то кого зовут Юля, думаю, пригодится. Сейчас, глядишь, у нас тут порядок будет. Короче, у меня же тут куча всяких шапок, всякой вот этой херни. И это как раз можно положить в контейнер, а коробки выкинуть. Ну тут тоже разбираться, это тоже всё надо бы раздавать, поотдавать. Всё, ужин наш пришёл. Сейчас будем наслаждаться. Так, ребята, вчера всё докосили. Вот, ну может быть, где-то в местах не суперидеально, но в целом улёт. Что ещё? Я уже успела за сегодня сделать. Ну, ничего сложного на самом деле. Я посыпал удобрение для хвойных. Оно в таких гранулах. Вот. Сейчас мы со Славой будем засеять всё газоном снова. Только в этот раз уже с удобрением. Сегодня мы встали в 10.30 где-то. И так, вот так вот покрасили вчера нам ворота. Ну, в такой же цвет, понятное дело. Просто освежили. Вот, вчера ночью ещё шёл дождь, поэтому, видите, там, внизу грязь, потому что дождик шёл ночью. Но это хорошо, всё проливал. Здесь выглядит вот так. Конечно, сильно он так прям темнее стал, в отличие от этого забора. Ну, вот этот мы тоже потом, может, на следующий год покрасим. Он ещё ничего, потому что вот этот был вообще фу. сняли табличку. Вот эта вот осторожно, собака злая. Ну, она старая, во-первых. Во-вторых, что-то как-то это, решили, что раскрасим, то лучше уж тут тоже освежить. Хотя в итоге от неё след, конечно, какой-то остался. Вот. Шкурили, тут шумурили. Всё, потому что здесь везде краска отколупалась уже со временем. Даже не знаю, когда этот забор последний раз красили. Может быть, тогда же, когда этот. Не знаю. Но этот тоже, конечно, чистить надо. Хотя гипотетически, может быть, тут даже если просто помыть не просто со шлангом, а с губкой, например, может, сможем отмыть вот эти вот подтёки какие-то гнилые. Да, Вивочка? Уже домой хочешь? Пошли на травку гулять. Иди сюда. Тут Слава вчера тоже всё покосил. Единственное, что вот здесь вот он не особо покосил, потому что подумал, что тут косить нечего. Ну, тут на самом деле особо косить нечего, но надо было, конечно, наверное, всё-таки покосить. Всё-таки я смотрю, как будто бы травка-то новая какая-то выскакивает, то, что я тогда засеивала. Но всё равно. Конечно, её косить надо периодически и постоянно, чтобы всё хорошо вырастало. К нам пришёл рабочий помогать убирать от сорняков всё, потому что, вы знаете, мне это тяжело будет. А что ещё? Вот здесь пионы, я думаю, всё-таки надо их нафиг пересаживать, потому что... Ну, потому что, видите, около них не покосишь траву. Ну, жалко их, не хочется их как-то, знаете, газонокосилкой уничтожать. Хотя, с одной стороны, вроде прикольно, что они здесь стоят, а вроде и зачем. В общем, рассказываю. Я уже как-то это рассказывала. раньше здесь вот так вот шли грядки по всему участку. И вот там тоже. То есть, вокруг участка шли грядки. И в этих грядках росли красивые цветы. Вот как бы пионы, видимо, тоже там росли. Не, ну, конечно, хорошо, когда ухожено. Это супер. Слава замеряет, здесь будем делать дровницу. Но она прям узенькая нам нужна, да, зай? Нам большую-то и не надо, как раз на этот. Ну, можно невысокую сделать. Типа половину, например, вот так. Ну, а это удобно будет? А что, неси на крыше, чтоб косая была. Можно просто ее менее глубокой сделать. Но повыше, например. Нет? Нет, это так не работает. Так не очень? Да и нахрен такой надо? У нас дров-то, господи, нам это чисто на всякий пожарник, когда этих нет. Да я и говорю, надо просто вот обычный, маленький какой-нибудь сделать. Половину с крышей сделать. будет небольшая крыша, она будет сама небольшая. Да, просто, чтобы они не бесхозно валялись. И какую-нибудь дверцу, да, пусть будет. Но это совсем маленькая. Ну, да, 120 в высоту и в глубину сколько? В глубину тоже это много. Ну, да, я и говорю, что много. Посюда можно сделать, чтобы был отступ такой, знаешь. Как шкаф, 60. 60, да. 60. В глубину, 120 в высоту и в ширину. Вот если ты бросишь камеру и встанешь, здесь подержишь? Давай я тут подержу. Я камеру никогда не брашаю. Выше, 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 выше. Выше, выше. Ну, что? Ты держишь прямо с самого начала? А надо больше? Не-не-не, с самого начала держи. Ну, грубо. как бы от нее отталкивать. Да, но мне кажется, это капец здоровая. Посмотри ближе, что там будет. Вот так вот зажми, держи, не двигайся, я считаю. Ну, мне кажется, не, смотри, вот подальше от этой хероборы. Давай тоже 120 на 120. А? Или 100 на 120. некрасиво, наверное, будет наполовину. Не знаю. Вот как раз типа прям под этот. Ну, просто что, она прям вровень будет к этому сливу, например. это слив никак. Типа, она никому ничем не мешает. Ну, не знаю. Ну, я записала, зафиксировано. Покумекаем еще тогда. Так, я вам обещала показать наше приобретение. Я Лин Тур от сорняков на газонах. Вот такая штука нам посоветовали. Через одну-две недели уже начинает действовать препарат. Сейчас у нас какая задача? Чемпион. Нам нужно взять изумруд. Нам, наверное, все надо нахрен засевать, да? Че ты смеешься? Зачем все? А что не все? Нам не хватит. Нам на все не хватит. Не, нам не хватит вот этого. Это же не надо каждую щелочку. Начнем с тех мест, где у нас вот такая голень. Оттуда начнем и пойдем сюда. Засеем все, что нужно, а то, что останется уже на остальное. Ну да. На самое важное нам в общем. Какой у нас план? Нам нужно взять мешок травы. Пакет травы 5 килограмм. И в эти 5 килограмм высыпать один вот такой пакет вот такого удобрения. Видите мальчишка с зеленой травой на голове? Да, я тоже поугарала. Газон весна-лето. Вот как раз сейчас у нас весна. Вот тут 2,5 килограмма газонного удобрения. Вот. Мы до этого, кстати, такое не делали. Поэтому сейчас мы это все смешаем. Можно в тачке. Ну, не, в тачке нехорошо. Надо ведро большое. Это в тачке нормально. Думаешь? Да, конечно. Ну, ладно. Тогда где наша новая тачка? Новая тачка занята. Старый спешил. Ан, бери эти мешки, пошли туда. Придумаем, где развести сейчас. Просто ведра нам не хватит. Не-не-не, тебе нужен один большой пока, один маленький. Давай с этого начнем. Ну, давай сначала так, потом еще смешаем. Посмотрим, посмотрим, на что нам куда хватает. Может, там нам нормально. Она сидит в окошко смотрит. Ей окошко открыло, шторки открыла, она сидит в них смотрит. Просто у нас там было просто шторками закрыто, и окно закрыто, и мы проходим со Славой, и она сидит, уткнулась, уткнулась носом, выглядывает на стилуя пуговка. Ты мамина пуговка, да? Я отрезала попки у гортензий, чтобы покороче были. Ну, и сухие просто. Вот эти вот палки отрезала. Слава тут смешал, значит, траву с удобрением. Видите, удобрения для газона, такие вот гранулы. Такая вот у нас фазенда, ребята. Сейчас будем здесь сеять, ну, и, соответственно, проливать. А, вон еще какую штуку Слава нашел. Наверное, дырок наделаем. Ну, не знаю, посмотрим, как бы газону не навредить, который уже есть. Александр Гурцовкин, Такой штуки, как бы газоник. Такая штука, Слава нашла. Два. 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 Мы сейчас учаим. Два. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Веселико Сейчас они не спустились Две я думаю точно сюда воткнуть можно Сегодня 21 воскресенье Сегодня мы поедем в Москву Вечером поедем Заедем к бабушке моей Как раз по пути Соберу банки ей В которых компотики она нам передавала Огурчики мои любименькие Очень интересно У меня здесь Короче не знаю что это Понятное дело, это лишние килограммцы Лишняя вода, не знаю, что Вот прям вот видите как У меня такого не было Что прям вот так вот отчетливо Вот эта часть Прям хочется натянуть Ладно, это на самом деле реально Полнейшая ерунда Я вообще по этому поводу не парюсь Просто замечаю это И, понятное дело, самой даже интересно Вот эти все изменения наблюдать А так, понятное дело, что, во-первых У меня осталось сходить-то, ребята Сегодня 33 недели Беременности Потому что не верится, что я беременна И реально у меня здесь, мне кажется На этой даче место силы Я здесь вообще не ощущаю никакой тяжести Мне кажется, я здесь могу все просто Как же хорошо сидеть просто, смотреть на всю красоту Травка покошена Этот все почищено Еще сегодня удобрим И со спокойной душой уедем Жалко, конечно, что Нет возможности здесь больше времени Проводить На дачке Но в Москве реально много всяких дел И классных дел И, ну, подготовиться к рождению ребенка Надо, понятное дело Родом, все дела Ну, короче, все вот это Понятное дело В общем, ладно, я пошла в дом С варганью какой-то нам обед Про Пушка постоянно спрашивают Он у соседей живет Он такой То на улице, то еще что-то Но зимой, когда холодно Он у соседей живет Так что не волнуйтесь Это уже не первый год так И прям уже много-много лет Он так делает Потому что дедушка даже Он же уезжал на зиму В Грузию, вы знаете Вот А так Пусек туда приходит спать В беседку У него там домик стоит Так что не волнуйтесь за него Ему вообще классно Видите, он гуляет Он вольная птица, так сказать Сидит, смотрит на курочек соседских Приезжали к нам в сантехнике Проконсультировать Потому что каждый раз, когда мы сюда приезжаем У нас обязательно что-то где-то течет Ну, понятно Это все, типа, неудивительно Ну, просто хотелось бы приезжать каждый раз И спать спокойно В этот раз ничего не потечет Ну, тут, конечно, много чего под замену Ну, мы же хотим тут когда-нибудь сделать капитальный ремонт Там не просто дырочка А там целая яма, где стоит насос Ну, а по сути, какие у нас решения Либо закапывать яму, либо то, что с газом выводить куда-то наверх Нет, только яму закапать у нас Потому что у меня Гриша мне показали А что они тебе почитают? Какие тут работы надо выполнить, чтобы все вот эти трубы Стоимость работы, да Они все сфоткали Ну, хорошо, рабочий так почистил там Мне нравится Мне тоже Приятно Когда ты не тратишь свои силы А красота происходит Все мы поубедали Передохнули Что же хорошо Такое мероприятие Хорошо Обожаю дачу Обожаю хорошую погоду на даче Сейчас, кстати, всего 3 часа дня Представляете? Так здорово встать рано Скажи, Зайф Мы с тобой такие красавцы Мы встаем каждый день в 9, в 10 Красота И вырубаемся просто как... Это рубильник вообще вырубает машинист газов в огне нет а для пупсика как хорошо кислородом подышите оставайся нет а кто ж в роддом поедет с врачом знакомиться и его поедет вива любит не жрать свой корм потому что знает что обязательно мы сейчас будем колбаску кушать крылочки корочка чем такое и она особенно на даче любят прям вот эту голодовку устраивать и ничего не жрет но если еще не вкусненькое кинуть прямо в миску с кормом как я говорю аппетит приходит во время еды она начинает кушать вкусняшку в итоге все тарелку своим кормом съедает такой лайфхак девки если ваш пёксель тоже что-то не жрет выпендривается типа не буду я есть свой корм ведь у вас там колбаска кракетская какая-то кракетская слова не можешь запомнить зачем мне запоминать ты же приводишь эту колбасу все поели огород нас ждет надо пионы пересаживать удивительно вот мы специально на зиму оставили ну вот я так думаю дом даже не замерзал да вот не было перепадов по сути температуры они были ты просто ну типа ну мы что-то отопление всю зиму постоянно перепаду перепады но я имею ввиду что не такие если прикинь мы выключили вообще полностью отопление зимой я имею ввиду что мы ждут все равно сохраняли ну как бы мы с тобой зимой там например в холодную погоду приедем здесь находиться можно нет такого что вот так вот ходишь как на улице поэтому мы блины 20.000 а если бы мы это не делали у нас бы тут наверное вообще хер знает чего еще больше всего поломалась полопалась потрескалась и вода замерзала бы мы же воду не выключались подвале вообще дубака для любой электроники дубак и и сырость это вообще катастрофа а там три котла тут дел полно чтобы сделать их более качественные условия для всей и техники и жизни и чтобы меньше все ломалось просто прикинь бойлер нагревается там до 60 градусов до 70 градусов внутри а снаружи 5 5 10 я не знаю сколько там кратство 10 сути бойлер он а то и бойлер они же и должны внутри быть супер горячим ты понимаешь что снаружи 10 градусов слишком холодно снаружи да ну короче вот он сказал что если трубу эту чугунную менять но как бы придется вкручиваться с туалета туалета ставить эту трубу поднимать толчок короче сливать воду ну это полноценный ремонт это такое вот так вот по щелчку сейчас там на недельке типа не сделаешь это такие вещи хорошо менять когда ты хотя бы начинаешь делать там ремонт в туалете вот то что мы хотим сделать что это хотя бы оправданно вот этот весь срач будет там вдруг мы чё там еще подлатать захотим все равно придется тоже толчок поднимать что плитку наверное менять если будем мы же должен быть теплый пол мы там хотим это все равно придется делать поэтому это надо в один момент делать с такими трубами большими надо все освежать и делать особенно такие штуки вот как ты говоришь что в гараже надо сначала с электроникой разобраться или а потом уже это все красить красоту наводить поэтому надо это все делать в правильном порядке но по крайней мере знает про то где чё как где слабые места ну тоже полезно ладно уже 3 часа 6 минут рабочий ушел самый любимый рабочий мы силой тут сидим нас жрут комары комы какие-то вообще зверюги просто ну куда ползешь папочка наш удобряет гортензии там надо колпачок жижи на 10 литров хотя мне казалось она на 5 сказала вот две уже удобрения осталось еще две у нас получается древовидные гортензии три штуки метельчатая моя любимая одна хотя казалось бы странно что гортензии которые вот такие вот на полу называются древовидные а метельчатые называется вон так как всегда умудохли на даче зато как у нас хорошо стало следующий раз приедем опять мусор будет но ничего все равно многое сделали как минимум забор точно будет хороший ворота а то что сорняки порастут это да газон косить тоже придется но мы будем рабочего вызывает чтобы чистить вот эти все штуки потому что я не могу да если честно мне так понравилось не убирать эти эти славы там удобрения последний остался гортензия и надо будет мне дальше проливать туда сюда вон там посадили пионы сейчас вам покажу сегодня хорошая погодка я в какой-то момент даже футболки ходила солнце светило было прям вообще классно сейчас тоже хорошо ветра нет но я уж так сижу потому что ветер может подуть да и чем я домой постоянно ходить одеваться переодеваться я же ничего такого сейчас не делаю чтобы потеть ну знаете по сути я просто стою там поливают этого не потеряешь короче ты поливай тогда ближе к забору чтобы она сюда стекала как раз вот как мы ее пересаживали я так боялась что не приживется он прижилась красотка интересно посмотреть какой она будет когда все зацветет надеюсь очень пышный так что вот такая здесь красота вот такие у нас здесь новенькие появились жители вот этот пиончик и вот этот пиончик вот мы их пересадили с рабочим адуванцы пропустил мне адуванцы дача это такое дело ребята нехилая вот со второго этажа вчера собрала кучу всего кучу разного мусора хлам сегодня поедем на мусорку городскую специально туда весь этот хлам отвезем ведь как саванька устала весь день сегодня в окно за нами наблюдала так устала вот пирожочек сейчас глазки закроются и любовь все в папочку быстро высыпал засыпает сразу храп и ты мой зайчик устала на дыхание свежем воздухе скоро поедем домой но так ну что ж я хочу чтобы мы с вами поднялись наверх и посмотрели что там такого интересного вам я вчера какой какой мусор собрала начни как мусор всякие штучки-дрючки тут еще стирка но я не буду снимать сейчас ученым делать нефиг уже снимем когда приедем вот здесь надо еще быть пыль будет протереть здесь было всякое всякая по выкидывал кое-что вот что оставила тут тоже контейнеры убрали оттуда тоже все убрали вот здесь у нас получается детский стульчик от бренда чикко мы его уже распакуем и раскроем в следующий раз вот он сразу с игрушечками какой-то классненький да раскроем следующий раз слова его поднял сюда что здесь ничего особенного тут тоже куча было всякого навалено все это разобрала я вчера вот тут тоже все разложила там контейнер какой-то со всякими всячинами здесь контейнер с техникой кое-какой свет тут штатив для света тут кое-какие курточки там у нас контейнер которые привезли мы из москвы с журналами в которых есть я с какими-то моими дневниками фотоальбомами со школы что такое знаете прям старенькая то что выкидывать ни в коем случае я не собираюсь туда я положила картины портреты которые были внизу сюда я повесила пока вешалки временно еще они в каком-то контейнере эти вешалки вот здесь всякие инструменты какие-то куртки какая-то посуда там эти для елок держалки для телевизора вот тут ничего такого нового пепельницы в миллионном количестве типа хлам который надо разобрать но блин не хочу этим заниматься в ближайшее время мне хватает того хлама который реально надо разбирать точнее даже не хлам а детские какие-то веющие которые надо перестирать ну короче все равно все сразу сделать не получится вот так же вчера я здесь ну как сказать разобралась вот сюда вообще просто запихала а здесь у меня в контейнерах шапки шарфы всякие вот с этим тоже надо будет потом разобраться вот эти все подушки одеяла но не все какие-то прям очень старые отдадим вот там у нас получается как раз контейнер с вешалками что еще сюда свет отнесла ну короче в целом самое главное вот так вот смотришь ну ничего лишнего нету ну что-то уж есть понятное дело но я имею ввиду что вот так вот что не навалено никакого хлама мусора вот мы сейчас уже собираемся поедем в москву сначала бабушки заедем вот наверху у нас вот так так что просто поднялась показать вам чё тут да как тут у нас чего интересного так ребята мы уже уехали сдачи заехали в магазин чтобы взять сметанки мы с поедем к бабушке кушать пельмени ну мы заедем как бы в гости но я просто обожаю бабушкины пельмени и маме на пельмени и за для меня вот домашние пельмени это какой-то взрыв мозга реально вот у нас была машина забитым мусором ну багажник большей степени конечно же все выкинули там у меня стоят банки которые бабушки собрала пустые вот слава пошел взять себе капучино во вкусный . потому что он любит всякие капучины причем поздно вечером и я с ним ну не ругаюсь конечно из-за этого но говорю типа зачем да зачем потому что он пьет достаточно много капучино кстати я опять не пью кофе вообще никакой капучино и так далее потому что как я вам рассказывал у меня появилась небольшая изжога очень маленькая слава богу и она не всегда то есть она меня по сути даже не беспокоит но а я очень редко пью чай и не пью вообще капукчи на мне невкусно опять это знаете временами я первый триместр вообще не пила капучина во втором триместре мне нравилось капучино в третьем триместре опять мне не нравится и я не пью капучино еще отказалась можно не отказалась от чая конечно но при изжоге не хорошо пить чай он усугубляет я читала чтобы не хорошо при ожоге Чтобы хуже не было И как раз-таки чай тоже туда входит Поэтому я чай практически не пью Могу, вот как сегодня Во время обеда выпили чаёк У меня не было никакой жоги Она такая, знаете, как будто бы Её нет в целом Но иногда бывает в какой-то момент Как будто бы чуть-чуть есть Но она не ощущается вот так вот, что прям плохо Что ты на это обращаешь внимание Просто ты ощущаешь то, что вот, например, чай Я сейчас не буду пить точно Воды могу попить, воды Вот я воду пью постоянно Взяли сметану, хотя бабушка сказала, что у неё всё есть И сметана есть Но я люблю сметанку погуще Я не знаю, какая есть у бабушки Я люблю сметанку, чтобы она была такая прям густая Густая 25% вообще взяли Я терпеть не могу сметану, которая как вода Просто терпеть не могу Особенно с пельмешками Мне хочется макнуть пельмени Прямо чтобы они были вот как, ну вот я не знаю Ну короче, а не так, что ты макнул пельмени И считаю, у тебя весь пельмень просто покрыт сметаной Тонким слоем И всё остальное осталось там в банке Не знаю, в тарелке Ну короче, это прям терпеть не могу А ещё вы не представляете До меня только недавно дошло осознание того Что Вивьена безумно любит Славу Ну нет, это не то, чтобы я думала раньше, что она его не любит Короче, суть в том, что раньше мне говорили так Сучки, ну типа женский пол, да, собаки Фанатеют от мужиков А кобели любят женщин Ну вот так вот, если заводить Например, по сути, если бы я хотела себе собачку То если бы я завела, например, себе мальчика, пса Он бы фанател больше от меня Нравилась бы я ему женщина такая Ну это есть такая тема Не знаю, ну у нас, конечно, Вивьена безумно меня любит Разумеется, я же её мамочка И так как со мной там она себя со Славой не будет вести И лежать как-то на мне, уснуть на мне может У Славы тоже, но редко В основном она на мне засыпает Как мой маленький котёночек Да Но она безумно любит Славу Именно вот, ну понятно, как папочка Но она его ревнует просто сумасшедше Я раньше думала, что когда мы со Славой там начинаем Ну лежим, обнимаемся, целоваемся И Вивьена начинает к нам бежать, между нас залезать Я думала, что просто она радуется И хочет тоже с нами целоваться, обниматься И только потом, не так давно Я поняла, что она борется со мной За папино внимание За мужское внимание И это, конечно, дикая ржака Я Славе говорю, блин, у нас родится дочь Это просто, я говорю, тебе капец В доме будет три женщины бороться за твое внимание Но я смотрела всякие какие-то там видео от психологов Ну не знаю уж там, насколько это все в жизни рабочая система Ну короче, что мужчина обязательно должен, например, в семье дочкам Да, любить все там, туды-сюды Но он должен обязательно им давать понять, что мама главная Ну то есть мама на первом месте Ну как, в приоритете есть какая-то такая тема Чтобы маленькие дочки не ставили себя наравне с мамой Например, что они такие же права там имеют на папу Ну короче, я не знаю, как-то там это все так работает Что психологически нужно давать детям понимать, что дети это дети На самом деле я с этим полностью согласна в любом случае Потому что и личные границы должны быть И дети, будь то девочка, там дочь, сын Они должны прекрасно это понимать Это, как знать, очень часто бывает Что у детей телефоны круче, чем у родителей И это тоже неправильно Ну типа, по сути, такого не должно быть Дети это дети А родители, они главные, они старше Они заработали, они на работу ходят, они покупают Хотя, опять же-таки, все лучшее детям, да, казалось бы Ну мне кажется, это, можно сказать, мелочи жизни Просто самое главное, воспитать достойного человека Неразбалованного Так что на примере Вивочки могу так сказать Ну, это, конечно, забавно Она очень любит Славу Именно она очень такая прям ревнивая Что если она видит, что мы со Славой обнимаемся, целуемся, все Просто все, ей надо бежать к нам Не знаю, между нами обязательно влезать То есть вот такое прям наглое поведение Наглое поведение Раньше мне казалось, что она просто хочет с нами сюсюкаться Но потом я просто реально, вот не так давно я это поняла Осознала, что она не просто хочет с нами сюсюкаться Она именно борется со мной Со своей мамой За Славину внимание Собака Это делает собака А что будет делать дочь, ребенок Не знаю В общем, Слава ушел, уже так давно его нет Затем кофе Сейчас полдевятого вечера Довольно-таки светло Ну, уже, конечно, все Мы уже солнышко проводили Ну, ты и папочка дома Да, час пик Там работает три человека Почему ты так любишь кофе? Жить не может без кофе Жить не может без кофе Как и пусть Да Вот как ты можешь... У Славы постоянно, периодически, изжога Как ты можешь столько кофе пить? Вот я еще из-за изжоги не могу Я все могу Сквозь изжогу? Лишь бы кофе пить? Ладно, все, поехали Скорее есть пельмени Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...